Культ, 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 культ. 12 часов и 4 минуты в Кирове. Добрый день. Сегодня пятница, 23 декабря, и программа «Культ. Поход» начинается именно в это мгновение. Вас приветствует Светлана Дождевых и Владимир Сметанин. Такое сегодня поэтическое название у сегодняшнего дня называется «День снежных ангелов». 23 декабря. Ну, поэтическое, да, но мы сегодня будем о поэзии и живописи, наверное, будем говорить, да, в том числе, если можно так выразиться, да. И будем сейчас представлять, безусловно, наших гостей. Традиционный розыгрыш, призов, подарков будет у нас. 211-101, номер нашего прямого эфира. Примерно после середины часа мы традиционно приступим к озвучиванию вопросов. Вернее, наши гости это будут делать, ну, а сейчас их представляем с удовольствием. Да, закрутил Владимир. Сегодня у нас в гостях художники. Это Владимир Полотнов, народный художник Российской Федерации, секретарь Союза художников России, заместитель председателя секции живописи, член правления Московского товарищества живописцев, участник 15-го Всероссийского Воснецовского пленера. И Алексей Суховецкий, народный художник Российской Федерации, академик Российской Академии художеств, профессор, лауреат премии правительства Российской Федерации в области искусств. И это еще не все. Вот, но хочется перейти скорее к вопросам, как вы оказались у нас в городе, с каким событием связан ваш приезд к нам. Ну, добро пожаловать в наш город, да, в первую очередь. Спасибо. Кстати, вы впервые зимой посещаете нас? Да нет. Нет, бывали уже? Бывали и не один раз. Алексей Иванович, здесь, в общем-то, и выставка делал зимой. Да, я зимой, также в декабре делал персональную выставку в музее вашем замечательном. Так что зимой в Кирове я уже, наверное, несколько зим был. У нас просто одна из самых обсуждаемых тем последних дней – это снегопады. Снегопады, ну, это сейчас, видимо, характерно для многих регионов страны. Да, и вот местные жители ругаются, что плохо коммунальщики убирают, тротуары, дороги и так далее. Ну, вот это наша такая особенность предновогодняя. Это общая особенность. Хотя в этом, наверное, тоже можно найти какую-то прелесть, да? Конечно. Ну, зима есть зима. Должен быть снег, правильно? Конечно. Да, давайте будем говорить о выставке, да, ради которой, собственно, вы приехали. Давайте озвучим, Светлана, как называется это все, где, когда, как. Да, мы сегодня собрались и анонсируем выставку, которая открылась вчера, да, 22 декабря, в выставочном зале Вятского художественного музея. И у нее очень интригующее название, она называется «Купе». Вот. Ну, и, конечно, первый вопрос, с чем связано такое название, почему выставка называется «Купе». Ну… Алексей Николаевич, да. Да, спасибо. Ну, во-первых, потому что нас четверо, и мы в дороге. И, на самом деле, эта выставка в ваш замечательный город и в ваш музей приехала после того, как она выставлялась в Перми, в выставочном зале Перми. И, собственно, название пошло оттуда. Это когда Пермский выставочный зал готовил нашу выставку, то они предложили вот это название, которое нам очень понравилось. И мы с удовольствием вот обозначили нашу выставку именно так, что это такой разговор четырех авторов, которые в замкнутом пространстве «Купе» поезда, который следует по маршруту сначала Москва-Пермь, а теперь Москва-Пермь-Вятка, Киров. А я вот зацепился как раз за эту последовательность. Москва, Пермь, Киров. Думаю, что-то здесь не так, потому что если ехать из Москвы по Транссибу на восток, то ты сначала в Киров попадешь, а потом уже в Пермь. Да, а тут все наоборот, в обратной последовательности. Я могу сказать еще, что уже заявки на эту выставку у нас, в общем-то, по России очень много. И Брянск просит эту выставку, и Коломна просит эту выставку, и там другие города. Да, я была вчера на открытии выставки, и действительно услышала, что вы не планировали, что эта выставка станет такой передвижной, и думали, что будет. Да, совершенно нет. Абсолютно нет. Ну, жизнь диктует, да. Подтверждение того, что обязательно нужно сходить, раз так она оказалась востребована. Да, в Перми она была более, в общем-то, насыщенной, эта выставка, потому что... Больше работ было? Больше работ. Здесь зал, он не позволил, в общем-то, много работ выставить. Ближе, пожалуйста, к микрофону. Где-то одна треть, у каждого автора здесь, в общем-то, представлена работа. Около 80 работ, да? Да, а у нас там было 120-130 работ было. Ну, просто там объем самого зала немножко больше. Пространство не очень нравится. Позволяет разгуляться, что называется. Что это за работы? Не знаю, можете о работах друг друга рассказывать. Не о своих, а о своего товарища. Да, мы даже не будем рассказывать о живописи, не глядя на нее, довольно сложно. Но просто если в целом сказать, что вот четыре художника, у каждого есть свой излюбленный круг тем и образов. И они в чем-то могут объединяться. А, в общем-то, это совершенно разный круг образов. Кого-то, вот как Валерия Павловича, больше интересует, ну, пейзаж, быт, бытование вот маленьких, ну, и больших городов. И России, и не только России. Вот, допустим, у Сергея Александровича Гаврилященко, там почти нет пейзажей, а наоборот, это жизнь, среда человеческая, взаимоотношения между людьми. То есть, сцена из какой-то, из реальной жизни, да, бытовой, вот какие-то вещи. Кстати, да, в анонсе выставки указано, что она посвящена современному реалистическому искусству. Вот давайте поясним, что такое реалистическое искусство. Валерий Павлович, подключайтесь, пожалуйста. Вы знаете, Сергей Александрович Гаврилященко очень емко сказал, мы проповедуем это, у нас направление, это современное классическое искусство. То есть, слово реалистическое, оно тут немножко реалистичнее. Да, а классическое искусство, в классическом искусстве очень много ответвления, очень много направлений, есть какие-то берега. Но мы вот взяли, вот, как бы, центр, центр, реализм. Ну, реализм не тот, как бы, связан с натурализмом. А это, реалистическое искусство, это очень тоже обширное, очень понятие. Мы здесь, здесь очень многие художники, великие очень, которые работали, но они были совершенно не похожи. Ну, это для меня, это проникновение в суть природы, в суть вещей. Вот это, философия жизни. Алексей Николаевич, можешь что-то больше добавить? Ну, реализм настолько широкое и настолько емкое определение, что очень многих современных и не только современных мастеров можно отнести к реализму. Ну, так, если мы скажем, а кто такой Рембрандт? Уж большего реалиста трудно себе представить. Хотя формально этот сам термин к такого рода искусству как бы не относится, поскольку под реализмом подразумевают искусство второй половины XIX века. Но величайшие мастера прошлого, более ранние, они настолько реалисты. А кто такой Веласкис? Ну, и так далее. Поэтому реализм это такое настолько широкое и настолько емкое понятие глобально. И его невозможно свести только к узкому направлению тому, которое обозначают как критический реализм второй половины XIX века. Или социалистический реализм, или еще что-то. Есть просто искусство и нет искусства. А реализм российских художников XXI века, нынешнего времени, он имеет какие-то отличительные особенности, нюансы? От того, что было в прошлом. Может быть, в темах какие-то особенные темы. Потому что, вы знаете, сейчас же, если, ну вот, сейчас идет как бы во многих городах и во многих музеях выставки, посвященные 100-летию СССР. И вот в вашем замечательном музее, мы сейчас посмотрели, есть просто замечательные художники, которые жили, работали, творили в то время. И, ну, это просто большое и высокое искусство. А то, что это отнесено ко времени существования СССР, это совершенно другой, ну, подход к этому. А это просто замечательное искусство. И надо на это смотреть с таких позиций, а не рассматривать, ангажированное это искусство или неангажированное. Это совершенно другой вопрос. Мы, если посмотрим на историю искусств, то масса художников были придворными художниками или тем или иным образом тоже были ангажированы. От этого их талант был не меньше. А они просто имели возможность делать то, что они делали. И еще я добавлю то, что мы все современники. Все современники. И вот мы изображаем жизнь современных позиций. Вот одно дело, например, Воснецов, Аполлинария, Москву писал одну. Алексей Николаевич Суховецкий. Москву пишут с современных позиций совершенно. Ну, у Воснецова это реконструкция. Да, реконструкция. Все равно с современных позиций. И пройдет время, и мы будем знать, какая Москва была в это время. И писал это наш современник. Вот чем я. И мы все современники. А тем более вот наше купе объединяет художников, вот нас. То, что мы кончали Суриковский институт. Суриковский институт. Вот любовь к тому, что мы изображаем. И, как бы еще сказать, не только любовь, в общем-то. Смотрим на мир, смотрим на мир широко открытыми глазами. И стараемся этот мир передать все чувства, которые нас, и передать людям, которые смотрят на нашу работу. Вы верны этому направлению уже много-много лет, вот еще со студенческих времен? Или были какие-то эксперименты, пытались еще что-то такое пробовать? Нет, каждый, наверное, художник, он проходит стадию тех или иных экспериментов в своем творчестве. Пока он не поймет свое истинное предназначение. Когда ты понимаешь, что ты хочешь сказать, то ты выбираешь именно тот язык художественно-пластический, который наиболее емким и, в кавычках, удобным для тебя способом может выразить то, что ты хочешь выразить. И эксперимент ради эксперимента, да, ну это возможно, но это уже, ну для нас, по крайней мере, не так интересно. А интереснее решить поставленную задачу. И тогда выбираются именно те средства, которыми ты владеешь, которые, ну, наиболее емко выражают то, что ты хочешь выразить. И еще можно сказать, вот по произведениям художника можно смотреть, вот даже вот на этой выставке, сыр, которая сейчас здесь в Вятке, можно даже по десятилетиям смотреть, когда эти были созданы работы. Ну, некую эволюцию наблюдать, развитие. Эволюция развития, в общем-то, вот так. Как же эволюция развития мирового искусства? Потому что, начиная с античности и до сегодняшнего, просто с закрытыми глазами, то есть это вот можно смотреть и говорить, это в эту эпоху, в эту эпоху, потому что все связано, искусство связано и с строем, общественным строем, и все, все было, все связано. Да, и не всегда, это важно, конечно, предмет изображения важен, но гораздо важнее, какими глазами на этот предмет изображения смотрит автор. И от этого зависит в итоге образный строй. И поэтому мы можем без этикетки точно говорить, что это, допустим, вещь написана там в середине 30-х годов, там 20-го века, а эта вещь написана в 70-х годах. И в другое время она просто не могла быть создана. Ну, это разные эпохи, мы понимаем, да. Как же и о нашем, вот то, что мы создаем, в премии будет следующее поколение, говорит, в это время были созданы. Да, Валерий Павлович, вы же посвятили свои работы в основном как раз изображению каких-то малых городов, малых деревень, я видела, да, часть работы. Алексей Николаевич, да, сказал уже об этом, излюбленные темы. И к тому, что многие из этих сейчас сел и деревень уже, возможно, не существуют. Да, 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 в том виде, по крайней мере. И получается такая фиксация, да, получается, фактов. Ну, я вот проезжаю, в общем-то, вот по Нижегородской губернии, по многим, в общем-то, вот так смотрю на эти уже не существующие деревни, вижу храмы, ну, храмы мне хочется, чтобы они сейчас стоят многие, как свечки такие, но мне хочется, чтобы около каждого храма все же возрождалась жизнь, потому что... На Святской губернии в Кировской области современной очень много подобных примеров. Да, вот это, в общем-то, хочется. И, с другой стороны, вот малые города, ведь сама архитектура, она была... соответствовала вот тем духовным запросам и человеческим, где человек чувствовал себя как... как бы нормальным, и это в этой среде он мог жить. Одно дело, когда небоскреб рядом, и человек смотрится как муравейник, как муравей, то есть, в общем-то, а здесь человек смотрится как хозяин. И вот мне это хотелось... Соразмерность. Соразмерность, да, человеческая архитектура. Да, и с другой стороны, вот та архитектура, которая была предложена предшествующими поколениями вот от нашими... Ведь там тоже по рангам были, в общем-то, и дома. Регулярные планы, усадьбы, как должна быть, как, в общем-то, дома, какие, в общем-то, быть. И архитектуру делали столичные, питерские, в общем-то, архитекторы, в общем-то, разрабатывали это. И они действительно, вот, действительно шедевр строили. Вот сейчас даже иногда в Петербурге бываем мы с Алексеем Николаевичем. Вот последний раз выставку делали Москва-Санкт-Петербург. Ну, так ходишь, заводы, смотришь дореволюционно. Они как дворцы. Да, не случайно сейчас во многих промышленных зданиях открывают культурные учреждения. И выставочные залы, и галереи. И я в своем творчестве хочу это и передать, в общем-то, вот эту красоту. Вот это, чтобы человек задумался, ради чего он, где он находится, и ради чего он живет, в общем-то. В связи с этим не могу не спросить. Может быть, что-то в нашем городе видели, что-то понравилось, приглянулось по каким-то улицам, прошлись. Ну, мы здесь были... Мы не просто... И Валерий Павлович, и я... Какие-то уже любимые места. Мы же писали в вашем городе. И много... Что воплотилось, собственно, в работы конкретные. Много есть очень красивых, не только отдельных домов, а целые улицы и такие городские ансамбли, которые, ну, просто просится, чтобы их перенести на холст. И мне кажется, что в каждом городе, вот таком старом, имеющем корни традиции и историю большую, всегда найдется, что писать, и что изображать, и что воспевать. А какие у вас города, кроме Кирова? Валерий Павлович, вы как участник Воснецовского пленэра наверняка в Уржуме-то были. Да. И ябл, и писали там... Вот как, если говорить о Малаке-то, да. Да, да, да. И замечательный... Вот, допустим, Уржум ведь почти полностью сохранился, слава богу. Да, да, да. И вся застройка... Купеческая наследие. Такая купеческая, да. И все там, начиная там с Каланчи, старый пожарный... Ну, что собор самый большой у нас в Кировской области. Собор, да. Такой грандиозный, и слава богу, он в хорошем состоянии. И это такой живой памятник эпохи. И слава богу, что он сохранился почти нетронутым. И это замечательно. Архитектора Дружинина, да? Да, архитектор Дружинин, да, Дройтский собор. И вот не раз воснецовские пленеры проходили именно в Уржуме. А там та же поле, а какое поле, там река. А река, река. Так, собственно, да, город, он как-то вот... Как только ты выходишь на его окраину, и, собственно, вот он, простор весь начинается. Такое удивительное место положения. Удивительно органичное слияние городской среды с природой. То есть там нет такой границы, как и есть в мегаполисе, что вот здесь только одни дома и конгломерат мегаполиса, а природа где-то за много десятков километров. А там все это органично и неразрывно. Там еще и дома неразрывные, потому что там сохранились... Да, усадьбы городские. Да, вот эти городские ворота. То есть то, что сейчас у нас в нашем городе уже не сохранилось. Я писал, там даже отдельно у меня картины есть, так и называется, ворота. Вот. Давайте вернемся немножко к выставке еще, потому что время очень бежит. 12+, да, надо сказать, возрастное ограничение выставки Купе. Работать она будет до 19 февраля, уже следующего, 2023 года. За какой период ваши работы вошли в эту выставку? В течение какого времени они создавались? Это последняя работа? Это последние свежие какие-то... Ну, вот у меня, например, работы, ну, где-то за последние лет 10. У меня здесь работы есть и с 1982 года. Одна работа, в общем, ну, я ее немножко переписывал в другой. То есть возвращались к ней, да? Да, возвращался. Ну, и тоже, в общем-то, где-то лет 10 тому назад, и последняя работа. Идет до последних лет. Насколько интенсивно вы трудитесь сейчас? Я имею в виду по количеству, собственно, вот работ, не знаю, за определенный промежуток времени. Не знаю, уместно ли об этом говорить, не знаю. Я могу сказать, вот, по моим друзьям, они все профессора Суриковского института. У них день расписан от и до. Я вот про Алексея Николаевича могу рассказать. Это дня три должен, в общем-то, минимум в институте быть, затем с дипломниками быть. Затем, когда свободное время приходит в мастерскую, днем работает, вечером почти, в общем-то, делает рамы, или с утра делает рамы, пока темно. Вот. Затем он, Алексей Николаевич, и секретарь Союза приходится делать крупнейшие выставки международные. И вот сейчас будет у нас в Москве открываться выставка тоже СССР сто лет. Вот, Алексей Николаевич, это у нас кто создает эту выставку. В общем, приходится сочетать и административные функции, и организаторские. Административные, и экспозиционные. То есть делание. Организаторская работа. Да, экспозиция. А экспозиция сделать, это труднейшее. На Западе это делаются специальные, в общем-то, люди. А это мы сами делаем, в общем-то, вот так. Я услышала, и рамы сами делаются. И да, и да, все приходится. И я могу сказать, вот наши профессоры, для меня это просто удивительное дело, как они все успевают. Это вот именно какая-то железная самодача такая, в общем-то, у них есть. Я более свободен. Ну, где-то такая вот, я не профессор, не преподаю, и за это я где-то плаваю. Алексей Николаевич, Валерий Павлович сказал, что у него свободное время есть. Пожалуйста, заберегайте, пожалуйста. Я могу прокомментировать про свободное время. Вообще художник, казалось бы, свободный человек, это как одного моего приятеля, когда у него был маленький сын, еще был маленький, его спросили, ну, там, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Он так подумал, подумал, говорит, хочу как папа быть художником, ничего не делать, а деньги получать. Вот, это такая мифологизация художественного творчества. На самом деле, вот, свободный художник Валерий Павлович, он каждый день без воскресенья и выходных у станка. Просто у него станок, это его мольберт. Минута у нас остается до завершения первой части, нам нужно сообщить о том, что у нас ведь еще и встреча будет, да, и еще есть параллельная программа. Да, безусловно, сегодня с художниками можно будет встретиться и вживую пообщаться. Сразу после нашего эфира в 13.00 в выставочном зале можно прийти и вживую, да, задать какие-то вопросы. На Карла Липкнехта уточняют. Да, выставочный зал у нас находится на Карла Липкнехта 71. Также сегодня в 16.00 пройдет прямая экскурсия по выставке, также проведут наши гости сегодня, да, но сказали, что не совсем экскурсия будет, да? Ну, это как бы называется встреча со зрителями, ну, как угодно можно назвать, но это художники в свободной форме просто, ну, расскажут о своем каком-то творчестве, о своих работах, представленных на этой выставке. Ну, это такая, видимо, обязательная часть, да, некого церемониала, что поближе познакомятся. Прийти сегодня в выставочный зал и в 13.00, и в 16.00 встретиться с художниками. И для всех кировчан сообщаем также, что каждые выходные будут проходить в 15.00 так называемые арт-паузы. Это короткие такие экскурсии, тематические экскурсии по 20-30 минут, и на них можно попасть по обычному входному билету. Я напоминаю, что у нас в гостях народные художники Российской Федерации Валерий Полотнов и Алексей Суховецкий. Скоро наши гости будут задавать вопросы вам, наши слушатели, так что будьте внимательны, у нас очень много призов. У наших гостей Валерий Полотнов и Алексей Суховецкий уже активно обсуждают, какие вопросы им задавать. Да, сейчас озвучим все, но перед этим и список призов, пожалуйста, Светлана. Да, мы сегодня разыгрываем пригласительные в кинотеатр «Дружба» на любой фильм и сеанс, пригласительные в галерею «Прогресса» на две фотовыставки. Это проект «Первозданная Россия» 6+, и выставка к 65-летию городского фотоклуба «Диана» тоже 6+. Также мы разыгрываем пригласительные в театр на «Спаской» на новогодние спектакли. 2 января в 14.00 спектакль «Снегурочка» ограничение 6+, 5 января в 11 часов «Трям здравствуйте» ограничение 0+. Книги от магазина «Читай город» Вирджиния Моррис «Забота о родителях», энциклопедия ухода за пожилыми людьми 16+, Евгений Водолазкин-Чагин 16+, и Маша Рупасова-Станислав Дробышевский «Дело о пропавшей учительнице» или «Параллельное человечество палеолита» ограничение 6+. Эти и другие книги вы можете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53, а также Волково 6А. А еще у нас есть сегодня подарки от наших гостей, это пригласительные билеты на выставку-купе, выставочный зал. Ну да, обычно так у нас и бывает, гости приходят со своими призами. Итак, Алексей Николаевич, Валерий Павлович, кто будет задавать первым вопрос? Валерий Павлович, пожалуйста, 211-101, напоминаю номер нашего прямого эфира, прозвучит вопрос или уже по ходу озвучивания этого вопроса можете уже звонить. Пожалуйста. — Именно этот столичный вуз объединил всех четырех художников работ, которые представлены на выставке-купе. — Ну мы уже проговаривали, да? — Да, мы проговаривали, поэтому я думаю, что можно даже не давать варианты ответа. — А там предусмотрены варианты ответа? — Да, да, да. — А, ну давайте пока без них обойдемся, да. — По-моему, даже дважды упоминали уже, да? — Ну точно, да, был разговор. — Один-то раз точно упоминали, да. — Вот Валерий Павлович... — Но прошу прощения. — Нет, мы сейчас проверим внимательность наших слушателей. — Просто мы говорили, когда о великолепной четверке, так скажем, да, вы сказали, что все выпускники одного учебного заведения. — Добрый день, вы в эфире, как вас зовут? — Константин. — Да, Константин, слушаем вас. — Мне кажется, это институт у меня Шурикова. — Верно ведь все, да? — Да, верно. — Правильно, да, абсолютно верно. Что вы выбираете, какой приз, Константин? — А вот пригласите ему на выставку. — На выставку, кино. — А, купе, простите, да. — В смысле, как интересно мы, видимо, рассказали, что из всех призов выбрали сразу же пригласительный. — Хорошо, спасибо, Константин. Не кладите, пожалуйста, труппу. — Спасибо, спасибо. — Передаем вас нашему редактору. Ну и следующий вопрос. Алексей Николаевич. — Да. — Кто из художников, чьи работы представлены на выставке и купе, впервые показывает свои работы в городе Кирове? — Варианты ответа. Алексей Суховецкий, Валерий Полотнов, Юрий Грищенко и Сергей Гаврилляченко. — Сергей Гаврилляченко, Юрий Грищенко, Валерий Полотнов, либо это Алексей Суховецкий. — И четыре варианта ответа. Ну, напоминаю, что у нас правила такие устоявшиеся в культпоходе. Первый ответ. Мы можем закрыть на него глаза или уши, если он окажется неправильным, и мы дадим вам вторую попытку. Так что не стесняйтесь, звоните 211-101. Буквально четыре минуты у нас уже остаются до завершения. Мне все хочется спросить про ваших учеников, про ваших последователей. Есть такие? — Есть. — Есть. — Да. — Просто всегда ведь надо думать о будущем, да, а что дальше будет? — Ну, у нас многие молодые художники, которых мы, в общем-то, воспитывали в стенах института, они очень активно участвуют на самых разных, разного уровня выставках, и не только московских, но и всероссийских, и международных. И эти художники, нельзя сказать их, определить их как последователей прямых, то есть они не являются как бы продолжением творческой линии их бывших профессоров или руководителей. Но они могут работать совершенно в иной стилистике, но они получили базу профессионального обучения, базу профессиональной грамотности. И поэтому они могут уже трансформировать свои какие-то свои стилистические поиски в любом, собственно говоря, направлении. — Давайте будем принимать звонок. — Да, у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. — Здравствуйте, меня зовут Наталья. — Здравствуйте, Наталья. Нужно ли вам повторить варианты ответа? И вопрос. — Нет, вопрос не надо. — Чьи работы впервые, да, в Кирове? — Да, чьи работы впервые представлены на этой выставке. Итак, варианты ответа. — Вообще в Кирове. — Вообще в Кирове. — Гавриляченко, Грищенко, Полотнова или Суховецкого? — Грищенко. — Абсолютно правильно. — Да, попадание стопроцентное. Наталья, удивительно, с первого раза вы ответили абсолютно верно, что вы хотите получить в награду. — А можно меня к редактору? — Хорошо, давайте к редактору. — Я не знаю, у нас две минуты остаются. Мы, в принципе, еще один вопрос можем задать. — Я просто могу еще сказать. — По поводу учеников? — Да, по поводу того, что вот единственное, что сейчас, наверное, все вузы страны страдают из-за того, что очень мало ребят поступает в высшее учебное заведение. Особенно в творческие. — Да, именно в творческие. — Особенно в суриковские. — Почти на 99% девчонки. Вот хотелось, чтобы были ребята. — Да. В связи с этим я хочу добавить интересную информацию по вашей выставке. как раз в продолжении разговора и о том, что поступают, и ваших учеников. Потому что с этой выставкой предусмотрен очень интересный формат. Это детские экскурсии. И 26 января в 18.00 пройдет экскурсия «Искусство глазами юных». Ограничение 12+. Когда по вашей экскурсии поведут учащиеся учебных заведений нашего города, поведут самостоятельные экскурсии. — Ну, замечательно. — Это школьники будут, да? — Это будут школьники, да. Предположительно, учащиеся Кэпла. Но, возможно, пока вакансии открыты. Ну, вот такая выставка будет готовиться в течение января. И 26 января пройдет такая вот интересная форма экскурсии. А потом, надеюсь, они все поедут к вам поступать. — У вас замечательное художественное училище. — Да. И многие выпускники потом поступают в Суриковский институт, и его заканчивают, и становятся интересными художниками. — Это приятно слышать. — Может быть, вы лично как-то поддерживаете отношения с ребятами? из нашего города отмечаете. Вот у них какие-то особенности очень интересные. — Да, ну вот у нас много училось выпускников и училищ, и вообще людей, кто имеет отношение к Кирову. Вот Макс Титов, Виктор Замечательный художник, Виктор Георгиевич Харлов заканчивал сначала и училище Кировское, а потом и Суриковский институт, и его сын тоже самое. Академики, народные художники. — Ну что ж, у нас подходит к завершению время нашей передачи. Культ похода еще раз напоминаем, что выставка «Купе» будет работать практически до конца февраля следующего года в выставочном зале Вятского художественного музея. 12 плюс возрастное ограничение, и в том числе работы наших сегодняшних гостей. Вы можете там посмотреть, а буквально через несколько минут, уже через 20 минут, там начнется встреча с нашими гостями. — Да, где можно будет вживую пообщаться. — Спасибо, творческих успехов. — Спасибо вам. — Спасибо вам. — Всего доброго. — До свидания. — Всего хорошего. — Культ, 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 культ.